Здравствуйте! Я вот Лаглова вам показываю. И посмотрите, как был подготовлен праздник для мамы. Такие книжечки поставили, а это вот рисунки детей. Спасибо за всё, мамочка написала. Спасибо за улыбку, мамочка. Видишь, как классно. Спасибо за твою любовь. Вот так вот, деток. Молодцы. Я тебя люблю, мамочка. Спасибо, мама, за твою любовь. Видишь, какие. Вот на память будет. Пусть видит. И вот, видимо, такой концерт был. Много артистов. Артистов выступало. А тут у них зал есть, где они играют. Видите, влюбом. Так, а тут что за книжки? Вот это. Не Леонардо да Винчи. Ну, в общем, из той серии. Видите, какие картины. Картины. Угу. Видимо, местные мамочки. Мамочки. Ветки. Вот так. Я люблю. Я люблю. Ставим. Ставим. Ну, Распутина. А почему Распутина сюда? История. Метильда. О, Ксишинская. Это Ксишинская. Это это. Угу. Тайный сбор романов. Угу. Папи, не детки. Начало их стихотворение вам прочтет. Под защитой маминой любви мы детьми себя считаем сами. Хоть и стали взрослыми людьми. И ничто не может быть сильнее нежность в словах ее любимых. Любых, ее любых, просто мама все понять умеет, укрывая теплотой любви. Пусть же нам останется немало этих добрых и прекрасных лет. Хорошо, что есть на свете мама, плохо, если мама больше нет. Ну, что тут еще стихотворение? На свете нет прекрасных слов. Стих не один про них написан. Словати мамина любовь, они несут глубокий смысл. Весь мир перевернулся вдруг. На свет ведь появилась дочка прекрасным. Стало все вокруг, теперь у нас растет цветочек. Твой дом наполнится теплом и детским славным тонким смехом. И так приятно каждый день быть самым нужным человеком. Для счастья нужно лишь одно, чтобы дочка поутру проснулась и нежно мама прокричала тебе, забавно улыбнулась. И только нежное создание, прижав к лицу твою ладонь, прошепчет, мама, ты нужна мне, попросит мама, будь со мной. Вот еще эта картина вам покажу. Так что вот, Ксещенскую я покажу. Два Распутина. Ну ладно, он залез, бай-бай.